Девушки отдыхают Собственно был лишь вопрос времени Когда 7 королевств перевоплотятся в игровую обертку Но и там пришлось ждать А потом и вовсе заставлять себя в это играть Сначала нам выкатили убогую стратегию Которая непонятно как Смогла на себя гордое имя Игры Престолов примерить Дальше решили взяться за РПГ Что тоже ни рыба ни мясо получилось Вон Дима даже проходил Хотя скажу вам откровенно Херня не обязательно и абсолютно И то что там Мартин как один из персонажей Представлен не аргумент абсолютно А уж всякий ширпотреб на мобилках Я уж точно перечислять не буду Там все немногим было лучше Луч надежды и здравого смысла промелькнул В прошлом году когда за дело взялись Тейлтейлы, мастера интерактивного Кенца, которые способны сделать свою Интересную историю внутри уже имеющейся Вселенной, зафигачить отличный сюжет Персонажей, диалогов и Развить сам мир Вестероса Собственно сам бог велел выпустить игру в начале Зимы, которая как мы знаем всегда близко И вот наконец-то окончательно настала Сюжетно мы имеем промежуточную сюжетную линию Что пролегла между концовкой третьего И началом пятого сезонов По книгам всем уже пофиг как судить Это же читать надо А что в экранизации поменяли порядком Так чего и всем попросту до одного места Ну в целом вообще-то мне тоже Я даже вторую книгу не осилил Наблюдать события мы будем от лица Сразу нескольких персонажей Так или иначе принадлежащих семье Форестеров Они к слову сказать лояльны Старкам Король Севера не убивать и Шона Бина и прочее Я же вроде предупредил про спойлеры Ну да ладно Здесь основной косяк игры запрятался Если кто-то из фанатов надеялся Что узнает из игры какие-то детали сюжета Что не вошли в книжку или сериал То сразу нет Тут и без этого пара самокопирования истории Старков Те кто уже поиграл и знакомы с историей семьи Меня поймут Также испытать недоумение игрока может заставить графика Потому как движок уже сколько игр вообще не меняется И он явно не пригоден для отрисовки Ну нормальных людей И этакого натуралистичного стиля что ли Не знаю точно как сказать Видно что пытались это сделать что-то примерно как под акварель Картину маслом или что-то типа того Но вы посмотрите на хроники Валькирии Которую я к слову тоже обозревал И там все почему-то органично смотрится А тут такое ощущение что текстурки под разрешение не подбиты Эта пикселеватость по краям всего вообще ужас Но вот предыдущие игры Telltale Games были по комиксам И соответственно косили в визуале под них И меня это устраивало Да и собственно многих Но в игре престолов это не сработало Понимая что в такой игре к текстуркам придираться как бы последнее дело Но без слез на постройки из дерева не взглянешь С персонажами получше но лишь чутка и все равно глаз режет Не думал что скажу такое но пора менять движок Конечно этого никогда не произойдет Иначе мобильные устройства на которые игра тоже выходит Могут это все не потянуть А я то думал консоли стопорят прогресс графона А оказывается это телефоны И последние 5 копеек про незавезенный графон Лица Просто неимоверно больно смотреть на Лену Хиди Питера Динклейджа Натали Дормер Того психонутого чувака что играл в кого-то в отбросах Ну я просто слов подобрать не могу Как это все уродски выглядит Честно не то чтобы мне было лень про геймплей рассказывать Но это все тот же Telltale Games Он у них один на все игры начиная с ходячих Триндишь думаю что девушь важный выбор Оказывается нифига он не важный Кто-то это запоминает, кто-то нет Другой после этого сразу помрет И тогда уже ты запомнишь Что больше не нужно запоминать что он запомнил Ну вы поняли Куча кутаи, редкие свободные прогулки в маленьких локациях Где в целом можно с парой персонажей только поговорить Стандартная программа откатана в полной мере Если честно это уже начинает немного надоедать И к концу эпизода становится ну скучновато В итоге все очень печально Помимо первых минут десяти где-то охереваясь что находишься за стенами замка где проходит красная свадьба И всего выступления Рамси Болтона ничего совсем интересного или сюжетно важного нету Да тут своя история, но и она благополучно просрана Уж простите Как можно было настолько предаться самокопированию Я абсолютно понимаю что дома что преданы Старком ждет их же участь Но не один в один же нападение на замок в котором рулит юнец Как у Старков Разговор с Серцеей в Королевской Гавани с последующим унижением Миры Форестер Как у Сансы Старк Далее разговор с Тиреоном который как-то может помочь И сука даже так же практически покадрово повторяется момент где он провожает Миру И поднимается на пару ступенек что как бы один раз в оригинальном сериале было круто Мол они разговаривают на равных Только этот маленький и казалось бы слабый человечек может ей помочь И в принципе проявляет какие-то намеки на симпатию Все это уже было Сквайр копирующий судьбу Джона Сноу Преступник что украл оружие И то как развязка этого момента происходит Тушите свет серьезно Нельзя так делать Даже в нормальный дрингейм не поиграть потому как все уже было Можно легко все предугадывать и закладывать стопарь заранее Тогда зачем в игру играть можно просто напиться Графику я бы еще мог простить но когда Телтейлы прокалываются в том что они умеют делать отлично В персонажах и сюжете я молчать не могу Надеюсь к следующему эпизоду хоть что-то изменится иначе это работа на уровне игры по парку юрского периода А извините но сколько лет уже прошло Выражаясь понятным языком разработчики схалтурили Не сильно вкладывались в игру и попросту выезжают на знаменитом бренде Итог будет таков Не покупайте сейчас Дождитесь хотя бы трех эпизодов А там уже я вам объясню стоит ли брать Лучше обратите внимание на Tales from the Borderlands Она уж точно своих денег стоит в полной мере На этом все И если уж северяне это забудут То я буду помнить теперь всегда Седьмое пекло Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok